Третий этап Кубка Содружества в Рязани, без сомнения, событие года в спортивной жизни города. Впервые соревнования международного уровня, да еще и по любимейшему в стране биатлону, это и ответственность, и серьезная перспектива, даже при невнятной политической обстановке. Для них это основной старт, в период нашей эпохи санкций, где мы ограничены от международных стартов. Здесь как раз соревнуются сильнейшие наши белорусские спортсмены, очень высокая конкуренция, непредсказуемо, кто победит, я думаю, это здорово. В целом все отлично, все получилось, то, что планировали, и очень импонирует то, что большое количество болельщиков. Пришло на трибуны, это здорово, очень важно для спортсменов, чего у нас не было на предыдущих этапах. Что касается спортивной части, тоже трассы, стадион, все соответствует самым высоким требованиям, поэтому мне все понравилось. Погодные условия в даты проведения этапа, скажем прямо, оказались неблагоприятными. Однако трассу на Алмазе готовили и не к таким сюрпризам. Прекрасное состояние лыжни, несмотря на плюсовую температуру и дождь, в течение почти всей предсоревновательной недели отмечали все. И хотя гонку бежали в основном по равнению, для многих она оказалась крепким орешком. Трасса шикарная на самом деле, мне нравится, рельеф мой. Ужасная первая стрельба, которую я не дала мне сегодня возможность побороться за призы. Новогодний формат, вообще пушка. Это достаточно равнинная трасса, интересная для разнообразия и для какого-то нового опыта. Это очень интересная и хорошая трасса. Не сказать, что она легкая, потому что раз нет особо подъемов, то нет и спусков, и отдыхать негде. И в любом случае тоже устаешь, но все равно, конечно, хотелось бы больше подъемов, больше спусков, каких-то виражей. А так в целом все отлично, прием отличный, проживание, питание, все супер. Первый день соревнований «Суперспринт». Триумфатором среди мужчин стал белорус Антон Смольский. Второе место у Кирилла Стрельцова, третье – у Саида Халили. В женском спринте весь пьедестал заняли россиянки Сливко, Гербулова и Носкова. А вот у мужчин звездным часом для Романа Терешина выходца из Казахстана стал масс-старт. Близкая к идеалу техника спортсмена и чистая стрельба стали формулой победы в этой гонке. При этом, по собственному признанию спортсмена, это вообще первый ноль карьере на всех четырех рубежах. Самый важный компонент был стрельба, потому что для меня бы любая ошибка уже оказалась лишением подиума. Среди женщин первой в масс-старте стала белорусская Динара Олимбекова. После каждого огневого рубежа ситуация на экране менялась кардинально. Но в итоге безупречная стрельба снова стала определяющей в борьбе за пьедестал. Станции я сегодня не имела преимущества, поэтому старалась хорошо отстреляться, что получилось. Поэтому очень довольна гонкой. А еще довольна, что еще одна наша молодая биатлонистка Даш Кудаева заехала в топ-10. Это чуть-чуть я не хотела дать следов, поэтому с верой в нашу команду к домашним этапам. Спасибо Рязани. Показать максимум своих возможностей на рязанской лыжне удалось далеко не всем звездным биатлонистам. Частая реплика – прошли хуже, чем хотелось бы. Сказалось множество факторов. Скажем, Максим Цветков из-за плохого самочувствия вовсе не бежал суперспринт. Не лучшая форма оказалась и у Михаила Первушина. Нет, конечно, недоволен. Шесть промахов и состояние функциональное тоже ужасное, в принципе, по всему сезону. В сезоне подготовительно все было нормально, но потом в сентябре переболел ковидом и болел первый раз. Очень тяжело. То есть для сравнения, там, Латыпов переболел, через две недели бежал в Олимпиаду. Я лежал три недели, просто не мог встать с кровати. И сейчас, ну, во всяком случае, Юрий Михайлович Каминский связывает это с этим. Как оно на самом деле сложно сказать, потому что хотя бы стрельба должна была остаться. Атмосфера на трибунах ничуть не менее горячая, чем на чемпионатах и кубках мира. Четыре тысячи проданных билетов. И, как итог, полные трибуны. Увидеть своих кумиров фанаты биатлона приезжали не только из Рязани, но и из соседних городов. Если честно, мы забыли, наверное, уже в связи с ковидом, что такое поддержка, что такое зрители. Это вся праздничная атмосфера. Немного иногда пугает, когда в конце гонки уже люди со всех сторон начинают подходить, просить сфотографироваться. Кто-то хочет обнять. У нас, конечно, внутренняя даже боязнь какая-то есть, потому что мы отвыкли именно от этой всей атмосферы. Именно что боимся заболеть. Но все же это, безусловно, надо возвращать. Это для нас, для спортсменов, очень как-то нас изнутри заряжает. Рязанский этап Кубка Содружества не только обозначил наш город новой точкой притяжения биатлонной карты страны, но и должен стать мотивацией для развития биатлона во всем регионе. По крайней мере, Алмаз уж точно готов засиять новыми звездами.